Значит, у нас про Рождество написано с участием Пэтсона и Финнеса не одно произведение, да, то есть там есть и рождественская каша, да, то есть хорошая тема, красивая, и Рождество они справляли по-разному. Я взяла сегодня «Механического Деда Мороза», потому что мне вообще сама история понравилась, и оно большое, да, то есть мы, наверное, еще… Кто читал, кстати, «Механического Деда Мороза»? Я. Так, здорово, есть даже прочитавшие. Ну, что понравилось больше всего «Механического Деда Мороза»? У меня не в электронном виде, у меня прям большая книжка такая есть. Так отлично, у этого автора как раз можно больше книжек. Я даже показать ее сейчас могу. Ну, покажи, если недалеко. Тимур, да. Мне кот понравился, он очень смешной был. Ну, Финнес, конечно, прекрасный котик. Так, ну, Финнес во всех книжках, да, а в этой книжке что-то есть такое особенное, да? Может быть, что-то больше понравилось, да, что именно по этой книжке. Давайте. Да, Тимур. Вот у меня книжка, тут есть, это сборник. «Рождество в доме Пэтсона». Угу, у меня такая же, да. Отлично. Очень хорошая книжка. Да, Тимур, давай расскажешь. Есть только другая, именно вот эта вот книжка «Механический Дед Мороз». Хорошо, так. Давайте Тимур еще скажет, да, он руку поднял. Он все-таки руку поднял, да, давай, Тимур. Почтальончик еще каждый раз им помогал с чем-нибудь. Почтальон загадочный, правда? Просто квашина. Почтальончик очень загадочный, я вообще не знаю. Там вообще какие-то чудеса начинают твориться, да. То есть Пэтсон в чудеса уже, пожалуй, не верил, когда начал делать «Механического Деда Мороза», а Финдус вовсю верил. Поэтому, скорее всего, все эти чудеса творились, потому что Финдус очень верил. Потому что если очень-очень веришь во что-то, то оно обязательно происходит, да. Ну, давайте я немножечко расскажу сначала, да. Про автора. Ну, кто-то слышал уже, Марина была в прошлый раз, да. Но я немножко тем, кто не был на… У нас же было одно занятие, да. Про эти герои. Пэтсон и Финдус, главные персонажи. И серия, книжная серия, которая была написана и нарисована, потому что автор сам рисует, писателем Свеном Нуртквистом и художником, да. Вот. Еще эта история выходит в серии популярных комиксов. Там автор Эггмонд Кернан. Вот. Иллюстрации в книгах с текстом, да, не в комиксах, рисует сам Свен Нуртквист. Эти иллюстрации можно рассматривать буквально отдельно, да, потому что очень часто в них куча мелких деталей, и эти детали еще надо усмотреть, да. Там такие бывают смешные какие-то мелочи. В картах милые, милые детали. Да. Ну вот у него даже свой рабочий стол и полки, да, видите, тоже такая же куча всяких мелочей, книг, красок и всего такого прочего. Почти как мастерскую Пэтсона, да. Только мастерскую Пэтсона, инструменты, да, и всякие детали. Сначала Нуртквист хотел написать историю про двух стариков, Пэтсона и Финдуса. То есть Финдус мог быть и не кошкой, которые все время заняты чем-то важным, но забывающих из-за мелочей, которые их отвлекают по пути, их целям, они забывают, к чему они стремились изначально, да. Вот, Пэтсон остался, вот, Пэтсону нужно был собеседник. И вот в итоге из второго старичка, то есть два было, могло бы быть два таких озорных старичка, да, а в итоге получилось старичок и вот такой вот котенок. Довольно нестандартное, кстати, изображение котенка, да. То есть котенок не такой, как обычно рисуют, такой кругленький весь, да, такой. Тонкий такой, тощий котенок, который вечно проказничает. И еще и говорит по-человечески, но понимает его только почему-то Пэтсон, да. А в этой книге мы увидим еще одного персонажа, который, оказывается, понимает Финдуса. И это говорит, опять же, что персонаж, да. Игрушечный Финдус есть, и он у нас тоже тощий. Вот, я видела твоего Финдуса, да, показывала в прошлый раз как раз. Ага. Вот, так правильно его. Ну, его уж надо точно таким же делать, да, иначе не считается. Вот, вот видите, да, как эти картинки, когда… Вот, если понравится история, да, если у вас еще нету книжек таких, то хоть одну книжку надо точно добыть, потому что вот эти картинки, они настроение поднимают, согревают. Смотрите, какие тона, краски, да. И какая куча всяких мелочей. Вот никто никогда не занимался тем, что дайте мне молоток, гвозди и дощечку, да, и я буду туда гвозди забивать. Я в детстве, помню, занималась такими вещами, там. Дедушка мастерил что-нибудь на кухне, я там брала проволочки, там ковала что-то. В общем, у него там куча была инструментов. Это очень интересная работа, да. Да, Катя. Я тоже так делаю. У моего папы есть гараж, ну, там они с дедушкой, дедушка чуяет машину, и у папы все время есть молоточек, гвозди и какая-нибудь дощечка. И я тоже этим занималась. Ну, правильно. Дело в том, что безопаснее иногда ребенку дать молоток и гвозди и дощечку, чем он сам добудет молоток и гвозди и найдет, куда убить этот гвозди, да? Да, Егор? Мне папа давал молоток и гвозди, доски, на улице. Мы добивали. Мудрые родители, да. Ага. Ну, интересно же, да? Интересно что-то поделать своими руками. Вот. Ну, финдус – это котенок, скорее, да. Котята, подростки – это обычно. Кстати, котята, подростки, они и есть худенькие такие. И потом они везде суют свой нос и устраивают различные проделки. Поэтому вот финдус – он такой же. Вот. Попал он к хозяину в коробке с надписью «Финдус зеленый горошек». Финдус – это название фабрики в Швеции, которая производит продукты. Вот. Ну, и решили его так и назвать, да? Вот. Он постоянно всюду залезает. Он очень любопытный. Он все время спрашивает, а что ты, пацан, делаешь? Да? И пацан не всегда может от него спрятаться, да? От его любопытства. А в этой истории ему как раз очень хочется спрятаться, чтобы сделать финдусу сюрприз. Вот. Сложно сделать сюрприз для того, кто есть везде и всюду и все время норовит быть с тобой. Да? Вот. Еще у пацана есть 10 глупых белых кур, которые все время устраивают большой переполох, да? Прилан, Матильда, Фия, Дорис, Майерас, Софи, Мофи, Стина, Фина, Генриетта, Хени и Мюль, Фия. Да? Куры, как и полагается курам, все время болтают, сплетничают, шумят, кричат, волнуются и всюду лезут. Их тоже приходится все время выгонять. Кстати, никогда не видела, чтобы куры вот так сидели. Да? Вот это вот смешной очень такой момент. Вот. А еще есть мюклы. Они тоже в этой книге у нас будут снова проявиться, да? То есть Пэтсон считает, что у него живут мышки или крысы, да? На самом деле у него живут мюклы. Маленькие тейственные существа, которые пытаются нагрести, например, шурупов себе в запас, да? Вот. То есть у Пэтсона постоянно исчезают разные мелочи, нужные ему. А потом в итоге Финдус ему рассказывает, куда они исчезают, да? Вот. Ну и соседей мы не увидим в этой книге. В некоторых историях есть еще сосед Густавсон, жена его и сын его Аксель. Вот. То есть здесь мы с соседями не пересекаемся, поэтому мы сегодня не будем особо говорить. А давайте поговорим вот о чем. Для начала, да? Прежде чем. Что такое Новый год и что такое Рождество для вас, да? И кто вам приносит подарки? Дед Мороз или Санта-Клава? Ну-ка, кому? Кто? Егор, кто тебе приносит подарки? Да. Так, не слышно тебя? Дед Мороз. Прекрасно. Так, хорошо. Данила, у тебя? Конечно же Дед Мороз, потому что Санта-Клава – это уже американский. Или британский. И британский. Ну, а Санта-Клава – это уже до Нового года. Это в декабре где-то. Ну, а Санта-Клава – это уже до Нового года. Хорошо, я тебя поняла. Так, давай, Тимур. У тебя что? Главное, кто? И Санта-Клава – и Дед Мороз. Отличный выбор, прекрасно. Так, Катюш, у тебя как? У меня вот сейчас вообще в моем родном городе приносит Дед Мороз. А если я сейчас в Грузии, то вот это тоже интересно, потому что в Грузии кто-то должен быть другой. Ну, не Дед Мороз, а Санта-Клава. Какой-нибудь. Да, кстати, интересно, что там в этой культуре по подаркам. Потому что, например, в Италии там есть Бофана, которая, да, вот у нас Николайчики, а там Бофана, фея сначала. А вот у Пэтсона и Финдоса, там Святая Люсия, еще или Люсия, а это 13 декабря, например, да? Вера, а у тебя что? И там в Классе Дед Мороз тоже. Тоже совместили, отлично. Так, ну, то есть у нас в принципе… А у Деда Мороз. Дед Мороз, да? В принципе, в советское время за Дедом Морозом заменили того же Святого Николая, а Святой Николай – это и есть Санта-Клаус. Да, то есть это не американский, это христианский. Святой, который носит подарки, приносит. Вот, на самом деле. Вот, а Дед Мороз, он более, как бы, считается языческий такой персонаж, да? Да, но уже теперь как сложилось, кто что верит, к тому тот и приходит, да? Вот, где-то это Святой Николай, действительно, потому что кто-то Рождество до сих пор отмечает очень серьезно, да? А кто-то только Новый год отмечает, а кто-то и то, и другое успевает, да? Да, Вера, ты еще сказать хочешь, да? Нет? Ага. Так, Луки. 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 А вы говорили раз то, что, ну, в этой сказке у них там Святая Луче приходит, то у меня имя Лукия. А, вот, да, ну, Лукия, Люсия, Луче, это правда, это вот имена, которые просто произношением различаются в разных языках. Ага, хорошее имя. Ну, 13 декабря, видишь, у них там. Да, а у меня день рождения, 25 декабря, еще схожи. Совсем хорошо, да. Да, совсем рядышком. Ну, вот. И в каждой, кстати, вот даже не то, что в каждой стране культуры, а в каждом доме по-разному говорят о том, как они попадают в дом. Вот кто во что верит, тому так и получается, тому так и приносят подарки. Кто-то в челке, да, ждет подарок, кто-то под елку. Кому-то через камин приносят, если камин есть, да. Короче, кто как. Здесь, кстати, в механическом Дед Морозе совершенно другая какая-то история, то есть совершенно по-другому. Дед Мороз должен, во-первых, тут Дед Мороз, действительно, да. А во-вторых, тут очень интересная технология заказа подарков. Ну, давайте немножко почитаем, потом поговорим, да. Данил, давай, ты первый читаешь у нас. Да. А у нас Данил есть? А, сейчас. У нас два Данила, я и он. Вот он сейчас, да. Ну, я Данил. Да. Так. А разве не Дед Мороз приносит нам подарки, перервал его финтус? Дед Мороз, а что ты о нем знаешь? Петсон, с удивлением посмотрел на кота. Ни о каком Деде Морозе раньше речи не было. Котые обычно празднуют родительство без Деда Мороза. Но финтус был, конечно, не совсем обычный кот. Я слышу, как дети говорили, что подарки приносит Дед Мороз. Мороз, может быть, и к нам заглянуть, заметил финтус. Ну, может быть, он не знает, что где-то на свете живем мы с тобой, возразил Петсон. Да. Как говорится, если вы хотите, чтобы ваше желание сбылось, вы хотя бы скажите, что оно есть, да, ваше желание. Может, он не знает о том, что такие вот Петсон и Финдус живут на белом свете. Поэтому роскошный хвост все-таки. Поэтому это надо озвучить. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Кто руки поднял, вопросы есть? Ну, я хотела сказать, что это, когда там Дед Мороз под елку приносит, что надо фоточку открыть. И у мамы в Советском Союзе так же приносили через фоточку. Ну, должен же он как-то попадать, да. Хотя он, вообще-то, волшебный. Он может и через стену проходить. Иначе как, в принципе. Должен знать, как попадает. А потом, наверное, включается режим, чтобы через стену не приходить. А то он так с соседью под елку упадет вниз. Думаешь, промахнется? Ну, ладно. Хорошо, да. Катя, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать... В интернете нашла, кто такой грузинский Дед Мороз. Он спускается с гор. Прекрасно. Его Деда Морозом зовут, да? Ну, по-русски это Дед Мороз. А вот в груди он называется Товлис Бабуа. Кинжалом на перевес. Вот так вот. Ух ты. Вот так, интересно, да? Так, Даниэль, а ты что хочешь сказать? Ну, я, да. Данил, я. А я Даня. У меня просто там на английском имя. А я посчитать хотела. Я подвисаю, да? Ну, я там. Ну, вы немножко, да, подвисаете. Я хотела сейчас еще сказать кое-что. Угу. Так. Я... Подождите, ребятки, минутку. У меня сейчас зависал интернет. Данил, я тебя не услышала. Что такое? Я... Да. Меня зовут не Даниэля, Даня. Имя просто на английском написано. Ага. Так, я хотела почитать. Да, ты... Если успеем, ты почитаешь, потому что ты под девятым аж номером в очереди получаешься. Я знаю. Хорошо? Ага. Ладно. Так. Хорошо. Данил, ты что хочешь сказать еще? Я хочу сказать. Вот у вас в России Дед Мороз, а у нас в Швеции называется Томтен. Угу. Ну, у нас в Украине, скажем так, да? Дед Мороз и Святой Николай. Так. Ну, давайте дальше. Ага, да. Ага. Инжи, София, вы хотели спросить что-то? Я хочу... Я хочу сказать... Это... Хочется сказать... Это... Дед Мороз по-турецки будет Ноэль-Баба как-то. Ноэль-Баба, да, по-моему? Ага. Ноэль-Ито, в принципе, Святой. Но я не по-турецки, правда. Хорошо, давайте дальше, да, Вера? Давай следующее читай. Ну, мы написали список желаний и клали его в снежный ком. Вроде большого снежка, разъяснил Пэтсон. Вечером мы лепили еще снежки и складывали их в пирамидки. А тот, главный снежок, клали на самый верх. Внутри пирамидки зажигалась свечка. Если на следующее утро оказывалось, что пирамидка рухнула, то почти наверняка Дед Мороз был во дворе. И взял записку. И, вероятно, придет на Рождество. Индус даже подскочил от возбуждения. То есть, понятно, да. Есть еще один метод писать письмо Деду Морозу. Тут, кстати, снежками балуются не только вот в этой системе. Но там еще и почтальон, да, снежками фокусы показывать будет. Так, хорошо. Марин, что ты хочешь сказать? А, все, я уже просто забыла. Проехали, да, пока. Так, ясно. А что попросил Финдус написать в списке желаний? Так, Луке, да, что ты хочешь? Можно я тоже почитаю, если успею? Если успеешь, потому что, ну, ощущение такое, что... Ну, попробуем, да, я тебя запишу. Но если что, то в следующий раз почитаю. Так. Значит, что попросил Финдус написать в списке желаний, да? Что он написал? Кто помнит? Данил, ты помнишь? Нет, я просто думаю, что написано будет, а тут еле... Он, кстати, настоящего Деда Мороза? Да. Увидеть настоящего Деда Мороза, да, Тимур? Тимур? Он написал сюрприз, кажется. Он хочет сюрприз и чтобы это настоящий Дед Мороз пришел. То есть не надо никаких подарков, ничего не надо. Ничего-нибудь сюрприз какой-нибудь, да, и Деда Мороза. Да, Кать. Кать. Ну, если сегодня не успеем, то в следующий раз, да. А может, ты еще сегодня успеешь. Так, хорошо. Мы просто сегодня... Еще есть о чем поговорить, да, получается. Все загадывают желания как-то по-своему. Кто-то пишет письмо Деду Морозу или Санта-Клаусу или Святому Николаю, да? Пишите письмо? Да. Ну... Пишите. А есть кто-то, кто не через письмо загадывает желания, а как-то по-другому? А вот можно... Поделитесь опытом. Хорошо, говори. Я на даче живу, и я в Новый год выхожу на крыльцо, и на крыльце там вслух говорю желание, и елка у меня стоит не в доме, а на крыльце. Ага, хорошо, хороший метод. Ну, да. Но это только для тех, кто живет на даче. Понятно, или в честном доме. Так, хорошо. Данил, ты тоже хочешь, да, сказать, как? Да, мы трудно ответить вопрос, а вы как заказываете желания? Ну, я пишу письмо. Вот, мы на уроке, ну, когда я в школе, в школу иду, мы обычно лепим открытку, ну, делаем открытку. Так мы оборачиваем открытку, которую я сделал, отдаю маме, чтобы она пошла на почту и отправила письмо деду Борусу. А она пошла на почту и отправила. Так, остается вопрос, а куда дальше ее отправили, если никто еще не видел никогда настоящего Деда Мороза? Или почта к Деда Морозу попания? Ну, во-первых, почта Деда Мороза действительно существует, причем даже не одна. Во-вторых, ну, не обязательно же нужно, чтобы вот конкретно видеть. Тем более, что, ну, мне кажется, что кто-то и видел Деда Мороза, наверное. То есть, по крайней мере, ну. Он у нас забирает. Мы письмо кладем в морозилку, он через него его выбирает. Через морозилку. Морозилку, прекрасный способ, между прочим. Морозилка, да? Чтобы Дед Мороз, ну, с морозилкой он явно связан, да? Правильно. Так, Инжа, София, да, Инжа, София, а вы? Итак, а мы с Софией, это, перед ночами, это сначала думаем о подарке, потом оно нам, это, сняться, а потом уже под елкой, вот, то, что мы загадали, то и под елкой. Ничего себе, еще и сняться, сложный способ какой. Здорово. Так, ого. Катя, да, что ты еще хочешь сказать? Давай. У меня дома есть, скажем, в парке там дом такой, чей он. Короче, там рядом на крыльце стоит такой вот постовый ящик. Ну, он не как обычный ящик, ну, постовый ящик, он там такой деревянный, как Дед Мороз, и туда, и туда собираются все дети, кто хотят, туда все собираются, и там елку еще оставят. И туда, в этот ящик можно положить письмо. Ну, я тоже так делаю, я уже послала письмо Деду Морозу по морозилке. Вот так вот. Вот так. Вот, вы знаете, я вот метода по морозилке письмо Деду Морозу управлять еще не знала, я попробую. Так, хорошо, давайте читать дальше. Так, значит, дальше у нас Тимур читает. Тимур? Дед Мороз придет, Дед Мороз придет. Берангетка рухнула, и он забрал записку. Теперь-то меня ждет сюрприз. Пунтус бросился в курятник, вне себя от возбуждения. Ну, еще так рано, но куры едва проснулись. Они не понимали, что кот имеет в виду. Только чувствовали, произошло что-то важное и страшное. А потом кудахтали и хлопали крыльями. Дед Мороз куда-то придет. Пирамидка рухнула. На помощь. Он забрал записки. Пэтсон, на помощь. Короче, да, Финдус такой был радостный, а куры поняли так, что случилось что-то страшное. Поэтому пирамидка рухнула, Дед Мороз придет. Пэтсон, помогите. Вот, а когда одна курица начинает, то остальные подхватывают с удовольствием, да. Так, хорошо. Ну, вот и будем смотреть сейчас, что же он загадал, да. А, давайте, Павел, теперь давай, ты читаешь. Ага. Мне нужен еще один подарок, чтобы Дед Мороз пришел, и мы на него посмотрели. Если он не придет, я никогда больше не буду праздновать Рождество. Пэтсон понял, что дело принимает серьезный оборот. Если Дед Мороз не придет, Финдус страшно расстроится, и все Рождество пойдет на смарт. Он будет думать, что Дед Мороз приходит ко всем на свете, кроме него. А такое огорчило бы кого угодно. Просто необходимо что-то придумать. Но что? Пэтсон не знал. Не грусти, Финдус, сказал старик. Я уверен, что Дед Мороз придет к тебе. То есть, вот тут это называется «нашла косла на камень». То есть, Финдусу нужно обязательно показать Деда Мороза и сюрприз. Ну, в общем, сложная история получается, да? Так, это про носки. Говорит, давай, говорит, в носок, пусть он тебе принесет подарок. Не хочу, сказал Финдус. Так, ну хорошо, давайте еще немножечко почитаем. Так, Егор там дальше. Егор, будешь читать? Егор, будешь читать? Да, да. Ага, давай, давай, хорошо. Поближе к микрофончику только давай. Тебя плохо слышно. Да, очень плохо. Егор, тебя совсем не слышно. Большого роста. Если полностью будет не очень-то плотно, то, может, и обойдется. Ну, а потом? А, пожалуйста, я не шел. Если больше всего будет, то, если хочешь на прихожую перед дедом Деда Мороза, то, может быть, вы исчезли. А если просто, как деда Мороз, то, может быть, не давно. Как же это устроить? Ага. Как же это устроить? Вот пригласить какого-нибудь соседа, нарядиться к Деда Мороза, это был самый простой, кстати, ход, да? Да, допустим. И уже было бы неплохо, да? Ну, Пэтсону простых путей не захотелось. Он решил, что он будет сложным путем пойдет. Да, механического Деда Мороза. Но это потому, что Пэтсон уже в возрасте, и он уже не очень верит, наверное, да, в Деда Мороза. Поэтому он решил, что он будет делать механического Деда Мороза. Вот. То есть ему очень хочется Финдуса порадовать. А все-таки есть всегда место чуду, да? Поэтому эта сказка заканчивается самым лучшим образом, да, в итоге. Так. Ну, хорошо. Давайте дальше. Так. Катя. Следующая. Угу. Финдусу пришла в голову мысль спрятать Деда Мороза в ящик, поставить его в прихожей. Если он поместит весь механизм в ящики, то купит через дверцу и вернуться в ящик, прежде чем Финдус успеет до нее добраться. Когда хотел, допустим, выскочить в прихожую, Дед Мороз уже исчезет. Он скорее поставил в прихожую большой ящик. Чтобы Финдус к нему привык. И не удивлялся подрождествовать. Это он расстрел духом. Теперь, когда его осенило, это гениальная идея, ему казалось, что нет ничего невозможного, что машина практически готова. Оставалось только добыть достаточно большой ящик. Остальное пустяки. Угу. Так. То есть, такой сложный-сложный процесс должен быть. Должен. Дед Мороз должен быть как живой. Дед Мороз должен появиться, исчезнуть, и чтобы Финдус не догадался, куда он исчез и что он не настоящий. Вот. Я бы не взялась за такую работу. Ну, я бы тоже. Спасибо, взялась. Ну, я до самого конца книгу, когда читала, до самого конца думала, ну, что же у него получится-то, да? Вот. И честно, вот честно скажу вам, я не ожидала, ну, я ожидала, что у него получится супер такой Дед Мороз механический, да, все-таки в итоге. Вот. Я не ожидала, что он настоящий окажется. То есть, я, видимо, тоже немножко перестала верить в чудеса за это время. Вот. И мне очень понравилась поэтому концовка, что это было настоящее, действительно, настоящее чудо, да? Так. Ну что, Марин, давай теперь твое. Окей. Целый день работал Пэтсен над своим устройством, но уже в столярке, но уже не в столярке, а за кухонным столом. Он рисовал и размышлял. Сначала Финнес был рядом, балансировал на своем мячике и давал советы. Разве все так отлично сложилось, когда свалил зубчатое колесо? Ну да, этот момент я помню. Но потом кот заступил. Не так-то весело торчать рядом со стариком, который все сидит и думает. К тому же Пэтсон что-то перестал радоваться его умным советам. Смотрите, такая картинка, да, смешная. То есть Пэтсон придумывает, Финнес сидит, балуется мячиком, да, между лапами кидает, причем задними, да. Вот. А тут еще мюкла, которая возит кучу чашек, да. Да. Вот это вот очень интересный такой момент. Я не кто... Ну, Финнес замечает. Ага. Такая грустная, грустная такое существо, да. Рабство мюкл. Так. Да, Данил, что ты хочешь спросить? А что он смотрит? А он уже этот кот догадался, то, что Дед Мороз, ну, не под Дед Мороз не пришел? Нет, он до самого конца, нет, он до самого конца не догадывался. Он так и не знал, что Пэтсон мастерил. Пэтсон ему объяснил, что он ему, что он делает, придумывает автоматически закладывать, механизм, который будет автоматически закладывать дроба в печь. Вот. И все. Вот. А Финнесу было скучно, потому что ему хотелось, чтобы с ним играли, им занимались. Вот. И, в конце концов, Финнес убедился и спрятался от Пэтсона. Знаете, как дети прячутся, да, обиженные? Вот. Я зло всем пойду, спрячусь, и вот пусть они меня потеряют и побегают, да, а я буду вот сидеть и ждать, когда меня найдут и извинятся, да, и начнут меня интересовать. Ага. Я понял, спасибо. Я понял, я понял. Мне вот нравится эта фраза, да, и пусть себе ищет старик муханический. Ага. Так. Второй Данил, Blue Chose, который, да, читает. Уже? Давай. Плохо дело, да? Да. Плохо дело, подумал старик. Я мастерю механического Деда Мороза, чтобы его порадовать, а он огорчается. Что я о нем забываю? Разве я мастерю не для него? Вообще-то я, наверное, мастерю потому, что мне это интересно. Все это время я только о себе и думаю. Удрученный Петсон вернулся в дом. Он снова поискал везде, где искал раньше. Потом сел на кухне и стал смотреть в окно. Его было стыдно. Финдес тем временем сидел на чердаке и ждал, пока его найдут. Послышал, как Петсон его зовет. Ну и пусть ищет старик муханический дублкот. Ага. Он так, код, так слово механически понял, как ты делаешь муханические, да, игрушку какую-то там, да, вот, и ушел, да, ушел, залег в ящик, вот, и как, потом Петсон, естественно, не додумался его в этом месте искать. Поэтому Финдес, ну, после того, как все нашлись и все, значит, перестали друг на друга сердиться, Финдес сказал, в следующий раз, ты все-таки ищи меня там, где я прячусь, а то так неинтересно. то есть он был уверен, что Петсон знает, где он прячется, да, ну, такая абсолютно стопроцентная логика, если я прячусь, значит, он должен знать, где. Так, хорошо, а дальше появляется у нас такой волшебный персонаж, который, с него начинается волшебство, да, волшебный почтарион. Так, Таня, давай, в свою очередь, читать, Даня. А он вылетел. Извините, извините. А, все нормально. Ага. Мне послышалось Таня, а не Даня. Даня, да. Финдес катался на санках с горки. Снова и снова он забирался наверх и съезжал в яму. Так что санки резко тормозили, и он вываливался. Самое веселое было вываливаться, самое веселое было вываливаться. Вдруг он увидел на горке случайно крохотного почтальона. На нем была форма, через плечо висела сумка, на голове красовалась высоченная фуражка, а на ногах ниже. Он подпрыгивал на месте и похлопал с себя руками, чтобы согреться. вот такой вот он у нас нарисованный, да, а Финдес там на саночках. Если кое-что еще сказать, там, есть еще книжка про маму и Кракса, и там тоже всем нравилось падать со снега. Ну, санок падать, это, кстати, действительно весело, потому что падаешь, что ты, в общем-то, в сугроб мягкий, да, и потом отряхиваться от этого снега, поваляться в снегу, вообще классная идея, да, особенно если снег есть. Так, хорошо, Катя, да, что ты хочешь сказать? Я помню, это, у нас была зима предыдущая, и это по краям детской площадки, которая находилась внутри домов, ну, вот, круг домов и внутри площадка, и там это с дорог собирали, с дорожек и дорог, которые ездят по кругу машины, и там по краям получились такие высоченные горы, и, короче, мы с моими подругами, особенно я, я любила кататься, ну, там не просто кататься, там еще внутри была такая яма, с которой катишься, катишься, а потом подпрыгиваешь вверх, и падаешь, вот так вот я любила делать. Ага, хорошо, ну, вот, значит, встретилась эта компания, да, у нас? Ну, давайте, Инджи и София, давайте, ваша очередь. Девочки, Инджи и София. Тоже нету. Уже нету, да? Тогда Лукия у нас еще осталась, последняя. Лукия. Так, Лукия слышит? А, да, я тут слышу. Слышит, хорошо, читай, ага. Холодно поинтересовался Финдус, нет, ответил почтальон, мне тепло, как вареной картошке, если вот так будешь делать, сразу согреешься, я учусь летать, как муха или как птица, мухоловка, или или как птица из духовки, ты ты тот полосатый кот, которого зовут Снурри, так, Снурра? А, Снурри, или тот, который Сверари, да, то есть, нет, я полосатый кот, но меня зовут Финдус, да, очень интересный почтальон, да, начинается вот это вот, мне тепло, как вареной картошке, я учусь летать, как муха, как птица, мухоловка, как пицца из духовки, то есть, он же стихами говорит, да, но какая же пицца из духовки летает, правда, потом выясняется, что ему нужен полосатый кот, потом выясняется, что ему нужен не тот кот, а потом выясняется, что ему вообще нужен Пэтсон, да, и получается, что Пэтсону, да, а потом начинаются фокусы, да, набрал в ладони снега, и слепил снежок, через секунду это была колода карт, которую он неумело тасовал, перемешивал, Финдус в изумлении вытаращил глаза, но не успел он задуматься о происшедшем, как Почтальон протянул ему колоду и сказал, возьми одну карту, любую, уточнил Финдус, да, любую, верхнюю, называется любую верхнюю, да, то есть точно верхнюю надо взять, или любую можно брать, да, Финдус взял верхнюю карту, фокус однако, да, но какая это, спросил Почтальон, дай посмотреть, шестерка, зубей, положи теперь обратно, он перетасовал неуклюже, но обстоятельно, зубей, да, хорошая масть, у нас есть бубны, черви, крести, пики, вот, а вот зубей у нас пока нету, да, в карте, вот, то есть полностью волшебный Почтальон, который потом эти карты обратно в снежок и выкидывает, да, то есть превращает одно в другое, так же, как снежок, который с желанием с запиской клали, да, опять же, у нас опять снежки пошли, так, ну что, у меня к вам просьба, продолжаем эту книжку в следующий раз, плюс можно взять еще рождественскую кашу Нуртквиста или другую брать книжечку, ну давайте, хорошо, давайте этого продолжим Нуртквиста, в следующий раз рождественские истории, а потом толки на рождественские истории возьмем еще одну неделю, подготовимся к новому году, как положено, хорошо? Хорошо, договорились. Да, все, тогда на сегодня, ребятки, заканчиваем, до следующей пятницы. Всего хорошего, до свидания, большое спасибо. Всем пока-пока. На следующей пятницы. Всем пока. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok